Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то, пожалуйста, проходите по ссылке в описании, а на внизу, давайте-ка я вам ее сейчас размещу, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Если вы смотрите в прямом эфире, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы уже здесь. Я чуть-чуть пораньше вышел в эфир на пару минут. Народ потихонечку подключается. И если вы в прямом эфире смотрите, то напишите в чате что-нибудь, что вы уже здесь, например. Так, есть. Надеюсь, что все найдутся. Рассылка отправляется. Дважды отправлял рассылку с напоминанием сегодня утром и вчера вечером. Так что надеюсь, что я нашлись. Если кто-то не нашелся, то запись будет везде на ютубе, в фейсбуке, в подкасте, везде, где вы нас смотрите и слушаете, везде будет запись. Так, народ подключается. Хорошо, друзья. Значит, смотрите. Это недельный курс. И этот курс вводный перед началом онлайн-курса сценарии сериала в нашей сценарной мастерской, на которой сейчас идет набор. И там я буду учить вас писать сценарии телесериала. И то, чему вы научитесь там, вас не научит ни в какой другой киношколе. А здесь мы с вами... Это пробная неделя. Это, как всегда, кто... Давайте так. Вот народ потихоньку подключается. Напишите, кто впервые, кто здесь впервые, а кто уже кто-то какие-то курсы у нас проходил. Впервые ли вы здесь или вы какие-то курсы наши проходили уже. Платные и бесплатные. Я просто вижу сейчас большое количество... Смотрю в чат, вижу большое количество незнакомых фамилий. Обычно у нас люди часто ходят... Такие постоянные слушатели. Да, действительно, много. Вот Сергей на романе сейчас. Бесплатный проходил, пьесу за неделю проходила. Есть. Хорошо, проходила бесплатно. Пора уже переходить. Пора уже в мастерскую. Бесплатные бесплатными, но все-таки... Настоящая учеба у нас там идет, в мастерской. Значит, что мы здесь будем делать? Мы... Результат этого курса недельного будет написанная заявка. Мы с вами будем строить фундамент вашего сериала. И вы напишите заявку и отправите эту заявку продюсеру. И получите какую-то обратную связь на свою заявку. То есть, мы в мастерской всегда занимаемся практикой. То есть, мы делаем какое-то дело и получаем какой-то результат. Даже если это негативный результат или нулевой результат, но результат какой-то мы должны получить. И я рассматриваю этот курс не как рекламный какой-то. То есть, я знаю, как можно сделать рекламный, продающий, бесплатный марафон, на котором я буду давить на ваши боли. Pain, more pain, hope, solution, offer, deadline и призыв к действию и так далее. Поверьте, я все это знаю и меня этому учили и так далее. Мне это, честно говоря, не очень интересно. Мне важно не количество людей, пришедших в мастерскую. То есть, мы ограничиваем, наоборот, количество участников. А мне важно качество этих людей. И я занимаюсь такой подготовительной работой. То есть, моя задача вас подготовить. Это, что называется, пропедевтический курс, подготовительный курс перед обучением в мастерской. Чтобы вы, придя в мастерскую, вы уже сразу же на четыре лапы встали. Чтобы вас не надо было там из соски выкармливать, как щенка первый месяц. Чтобы вы сразу же и побежали, и сразу начали писать. Вот всю эту подготовительную какую-то базу вы получите здесь, в течение этой недели. Ну и, что называется, попробуйте, потрогайте ногой это дело. Да, то есть, очень многие бывают так, что люди приходят, и им кажется, да где я, где сценаристика. Посмотрят, увидят и скажут, блин, да я же вот этим вот и хотел всю жизнь заниматься. Давайте так. Напишите в чате, есть ли среди вас кто-то, кто действительно хочет стать сценаристом. Да, вот я хочу стать профессиональным сценаристом. Или какая ситуация, или вот хочу просто попробовать. Рассматриваете ли вы сценарную работу как некую свою будущую профессию? Или просто пришли, попробуют, посмотрите. Это не хорошо и не плохо. Это абсолютно нормальная ситуация. Да, то есть, как бы, у меня нет задачи всех в рай притащить. Да, как установочные лекции в ВУЗе, совершенно верно. Так, примеряем на себя эту профессию. Сейчас госстройтер, все, возможно. Хочу стать сценаристом, хочу стать сценаристом, очень привлекать. Это офигенная профессия. Лучшая профессия в мире. Так, оплатила курс сериала, хочу стать сценаристом. Да, и вот мне, кстати, мне очень важно, чтобы те люди, которые уже пришли на сериальный курс, чтобы они тоже прошли вот этот бесплатный курс недельный. Чтобы это эмоциональная подзарядка, и это повтор базы какой-то. То есть, мы с вами набираем базу с тем, чтобы, придя на курс, не как, это самое, да, влетели на грузовике в стену, да, а чтобы вы сразу же начинали работать. Так, на пробу пришла. Для меня написать сценарий – это что-то за грани. Опять же, вот интересно, кстати говоря, да, кажется, со стороны. А вот можно я вам задам вопрос? Нурия, как правильно, нурия на последнем ударении, я просто вижу вас уже, вы были на предыдущем занятии, и вижу, да, довольно активный в чате. А что вам кажется самым трудным? Да, вот за гранью. Вот что вам кажется самым сложным и непонятным в написании сценария? Почему вам кажется, что это за гранью? Так, пришла попробовать. Вот, знаете, еще, нурия, да, ударение на я, значит, все правильно, я. Все правильно, я инстинктивно угадал. Вот что вам кажется трудным? Что вам кажется самым сложным, самым трудным, непонятным в сценарной работе? Хочется научиться писать сценарии, интересные и профессиональные. Писателям точно хочу стать драматургом для театра писать, возможно, и киносценаристом. Я считаю вообще, что, ну, знаете, как, я все время этот мем вспоминаю, но он мне действительно очень нравится, да, такая тетка, учителька такая. Мой предмет самый главный. Вот мой предмет самый главный, на самом деле. Сценарное мастерство, драматургия – это и есть самый главный предмет. Потому что в любом деле, в политике, в магии, в религии, в медицине, в психологии работающее вещество – это именно старитеринг или именно рассказывание истории. Если вы это умеете делать, да, то чем бы вы ни занимались, вы, во-первых, будете понимать, как работает все вокруг вас. То есть вы будете видеть, когда вам рассказывают истории, и вы будете сами уметь рассказывать истории. Вы будете в этом смысле гораздо более, да, вы просто в любую индустрию, как нож в масло, будете входить. То есть вы будете, другие будут идти, а вы вокруг них кругами будете входить 10 раз, да, то есть вы будете быстрее и точнее. Так, производственный процесс страшит. Понятный страх, понятный. Кстати, вот этот курс сериальный, он как раз-таки ориентирован, очень сильно ориентирован на производство. То есть я там очень много рассказываю каких-то вещей, как все устроено в индустрии. Ну, это требуется просто для того, чтобы понимать, как это работает, как идет сценарий, как принимается сценарий, в какое время читают сценарий, в какое время не читают сценарий, как заявки оформляют. То есть вот очень часто люди не понимают, что продюсеру достаточно на вашу заявку, на название файла достаточно посмотреть и решить, читать эту заявку или нет. Вот, и люди не понимают этого, они пишут, им кажется, что вот мы написали такую классную, интересную заявку, так долго работали над ней, да, а человек один взгляд бросил и ему уже все понятно. Вот, поэтому и со сценариями тоже так же. Так, трудным кажется, я не творческий человек, это какая-то индустрия, а я в нее, у меня нет фантазии. Вот, смотрите, здесь два момента, да, я не творческий человек, у меня нет фантазии. Я считаю так, что если у человека есть желание, да, и есть это желание настолько сильно, что вы готовы этим заниматься достаточно долгое время, фантазию можно развить. Вплоть до того, что если вам кажется, что вы не талантливы, но если вы достаточно упорны, да, вы можете развить в себе способности выше среднего, заметно выше среднего. То есть упорство важнее, чем талант. Более того, я думаю, что упорство это и есть талант. То есть если вы достаточно долго занимаетесь чем-то, у вас начинает получаться. Вот, а что касается индустрии, там все на самом деле не так сложно, да, то есть я всю эту информацию даю, все, что надо, я даю. Я не теоретик, который смотрел много кино, я сам много лет работал в индустрии, поэтому очень хорошо ее знаю. Работал со всеми каналами, со всеми российскими телеканалами, которые производили сериалы, я со всеми работал. И на большинстве каналов сейчас в том или ином виде мои ученики работают. Так, подруга отучилась на режиссера и все время ее учебы с сценаристом из-за чистой любви к писательству выступала я. Интуитивное написание – это хорошо, хотелось бы профессиональной базы. Так, чувствую, что действительно сердце к этому лежит. Ну, окей, хорошо. Ну, естественно, я вас как бы предупредил о том, что если вы хотите этим заниматься, действительно, серьезно, да, идите в мастерскую и на сериальный курс, и всю эту базу получите, и пилот мы там напишем, и продюсером отошлем. То есть вся информация, весь набор знаний и навыков там вы получите. Но здесь, в течение недели этой, я не буду вам там рекламировать, я буду, конечно, напоминать там на каждом уроке, что идет набор, но я не буду вам там изо всех сил продавать. Мы с вами попробуем, да, то есть мы посмотрим, мы как бы ногой воду попробуем, потрогаем. Вот, чтобы вы поняли, интересно вам это или нет, готовы вы дальше пойти или нет. И то, что важно, я считаю, что очень важно, что чем бы вы ни занимались, любой областью знаний, умение писать сценарии вас сделает гораздо более эффективным в этой области. Так, коротенько правило, друзья, не материться, ни в комментах, ни в текстах, ни хамить, ничего никому не продавать, не советовать и не дополнять то, что я говорю. То есть, если я что-то рассказываю, да, не надо говорить, а вот еще вот я слышал, вот там какой-то автор, что-то там. Поверьте, если вы что-то слышали, то я, наверное, слышал в 10 раз больше. Вот, если я не говорю про о чем-то, да, значит, скорее всего, у этого есть какая-то причина. Вот, если вы с чем-то здесь не согласны, не надо со мной спорить, вы не должны быть согласны, я, да, то есть если вы и так все знали, да, вы бы сюда не пришли. То есть я понимаю, что когда появляется человек, который энергично размахивая руками что-то уверенно рассказывает, первое, что хочется сделать, это сказать ему, вы не правы. Я этот механизм прекрасно понимаю, поэтому не надо этого делать, как бы не надо выпрашивать себе бан. Вот, если вам не нравится что-то, закрывайте, выключайте. Так, обучение идет на русском языке, я читаю все комментарии, все комментарии должны быть написаны на русском языке. Запрещены темы любых политических, национальных, религиозных конфликтов. Домашка будет каждый день, в конце недели будет подведение итогов. Самое главное, именно вот это ежедневная домашка, то есть если вы делаете домашку, но не смотрите эфиры, вы получите результат. То есть если вы будете просто заходить, читать домашку текстом, выполнять ее, вы результат получите. Если вы смотрите эфиры, но не делаете домашку, результата у вас не будет. Занятия будут проходить каждый день в 2 часа, в 14.00, кроме последнего дня, кроме воскресенья. В воскресенье я утром иду на выставку Космоскову, поэтому в воскресенье урок будет проведен вечером, в 8 вечера, скорее всего. Я там еще раз напомню, напишу, скорректирую, но я пока предварительно поставил последний урок в воскресенье в 8 вечера. Остальные все уроки в 2 часа дня. Запись будет появляться сразу же здесь, на моей странице. У нас вверху в закрепе будет висеть урок года радости, а под ним видео можете полистать страницу. Если пропустили урок, то найдете под записью и посмотрите. Это все не так трудно, не так уж много у меня материалов на странице. Вопрос. Понятно ли это? Вот правило, которое я сказал. Если понятно, напишите, что все понятно. Если что-то непонятно, задайте вопросы. Если вы с этими правилами не согласны, то немедленно покиньте этот вебинар. Так, жду обратную связь. Да, пока вы все есть, все понятно. Давайте немножко познакомимся. Действительно, я вижу довольно много людей, которых я вижу здесь впервые. Чем вы занимаетесь? Какая у вас творческая работа? Чем журналист, копирайтер? Одним-двумя предложениями, чем вы занимаетесь? Так, сколько по времени будет идти занятие? Обычно я планирую где-то плюс-минус полтора часа. Но это зависит от ваших вопросов, от их количества и качества. Иногда меня уносит, конечно. Я могу и два часа, но не больше двух часов точно. Но оптимально я буду стараться где-то в полтора часа укладываться. Есть. Так, пока вы пишете о себе, давайте я два слова тоже скажу о себе, потому что я понимаю, что, может быть, кто-то вообще не знает, что за хрен тут такой сидит и размакивая руками что-то рассказывает. Значит, моя первая творческая работа была театральная драматургия. Ну, я, давайте, журналистику, и 90-е мы это все доисторические времена за кадр выведем. Драматургия. Я написал некоторое количество пьес. Моя пьеса под названием «Убийца» в России была поставлена где-то около ста театров. Не знаю, точно я в какой-то момент сбился. Больше 30 постановок было в Европе, в Польше, в Германии, в Венгрии, в Латвии. Довольно-довольно хорошо она неплохо шла. И она вошла в список 200 лучших новых европейских пьес, которые составляли европейские критики. Всего из России в этот список три пьесы вошли. Пьеса Ворыпаева, пьеса «Братьев Пресняковых» и «Мой убийца». Дальше я закончил в ГИК, учился у Бородянского Александра Эммануиловича. Написал, я вообще по специальности своей, я детективщик, хотя это не значит, что я всех своих учеников заставляю писать детективы, но я написал огромное количество разных детективных сериалов для всех каналов «Кодекс чести», «Час Волкова», «Петрович», «Карина Красная» и так далее, и так далее. То есть со всеми каналами поработал, делал адаптации западных сериалов, например, «Кости» и был шоураннером проекта «Prison Break» второго сезона. Первый сезон был коротков, второй сезон я работал со своей командой. И автор книги «Букварь сценаристов», сценариста, автор учебника, по которому уже там не одно поколение сценаристов выучило, создатель первой российской сценарной онлайн киношколы частной. Первая частная киношкола российская – это школа МИТЫ. Тут на полгода раньше они открылись, но первая онлайн киношкола – это наша сценарная мастерская. Скоро 15 лет, 1 декабря 2008 года первый наш курс был запущен. И вот уже сколько лет я учу сценаристов, учу сценарному мастерству. Довольно большое количество наших учеников тоже можете на сайте посмотреть. Мы каждый год составляем, я выставляю достижения наших учеников за предыдущий год. Они, в общем, достаточно неплохие в разных областях. У нас три специализации – это сценарное мастерство, написание романа и написание пьесы. Вот, соответственно, сейчас идет набор на курс по написанию сценарей телесериала. Есть лицензия, есть государственная лицензия, есть налоговый вычет. То есть все это у нас в порядке. То есть мы официальное учебное заведение, что называется, а не просто какой-то хрен инфобизнесовый в интернете. Так, сотрудник пресс-службы, психолог. Хороший, классный, мне нравится, как это у нас компания. Пишу книги «Заказ для экспертов» издательства Bambora. Bambora очень люблю. Кстати, что-то у меня там выходило в бамбуре. Это такой импринт Exmo. Так, продолжаю снимать любительские детские карт-карикрашки. Петр, давно уже, я вас тоже уже вижу второй раз, пора уже в мастерскую поступать. Так, Диана пишет, что-то становится. Дайте тренинги, занимаюсь детским театром. Кстати, довольно много психологов начали приходить в мастерскую. Закончил колледж культуры, отучился на режиссера. Трейдер. Надо написать сериал про трейдера. Кто-то у меня из ребят, из моих, я не помню кто, в Казахстане, по-моему, сняли полный метр по сценарию нашего выпускника про трейдера. Окей, хорошо. Значит, идем дальше. Вот смотрите, сначала я вам немножко, два слова должен сказать, ввести ваш контекст вообще, чем мы занимаемся, что сейчас происходит с сериалом. В последние 30 лет телесериал стал более высоким искусством, чем искусство кино. То есть продолжает оставаться еще там из 70-х годов какое-то такое отношение к сериалу, что кино экранное – это типа большое искусство. А телесериал – это что-то такое вот для домохозяек. И до сих пор даже, когда кто-то там, зритель какой-то внезапно видит какой-нибудь классный сериал и говорит, ну, да это уже прям почти как кино. Ну, сериал давным-давно уже по драматургии, именно по драматургии, гораздо круче, чем кино. И как это получилось? Есть такая, есть неплохая книга, я не помню автора, к сожалению, это китайская фамилия, Desperate Networks, Отчаянные телесети, где описывается, где-то лет 15 назад она вышла, она, собственно, описывается то, что зрители постепенно мигрировали от экранов фильмов, мигрировали к экранам телевизоров. И в итоге им хотелось видеть нечто более интересное, более интеллектуальное. И где-то лет 20-15, 20-15 назад телевидение, почувствовав этот запрос, начало делать экранное кино, экранное, вернее, не экранное, телевизионные сериалы, начало делать более качественными по драматургии. Появились такие сериалы, как Отчаянные домохозяйки, сериалы Lost, Doctor House и так далее, которые в эфирном телевидении очень сильно подняли рамку качества. И в то же время эфирным телевидением наступало на пятки кабельное телевидение. Такого кабельного телевидения, которое есть в Штатах, которые, вне всякого сомнения, являются, и до сих пор являются и являлись, скажем так, драйвером развития телевидения, именно телевидения. В Европе нет такого кабельного телевидения, в Азии нет такого кабельного телевидения, как в Америке. Там кабельное телевидение свою историю ведет с 60-х, 70-х годов. HBO, например. И вот в какой-то момент они собрали очень качественную премиальную аудиторию и начали с этой премиальной аудитории собирать достаточно большое количество денег для того, чтобы заниматься производством собственных телесериалов. И так появились сериалы Клан Сопрано, Sex in the City и так далее. Сначала качественные сериалы на канале HBO, и дальше подтянулись AMC, Fox и так далее. То есть там где-то десятка-три кабельных телеканалов, которые занимаются производством качественного сериального контента. И они очень быстро обошли эфирное телевидение. За счет чего? За счет отсутствия цензуры. То есть все-таки на эфирном телевидении вы не можете сказать слово «факт». На эфирном телевидении вы не можете показать секс. На эфирном телевидении вы не можете показать, как человеку, грубо говоря, отрезают голову. На кабельном телевидении все это можно делать. Да, на эфирном телевидении нельзя показывать производство наркотиков. Я могу рассказать в свое время. Как бы рассказать, чтобы не влететь на судебный иск, Хотя там уже время прошло, поэтому, по-моему, уже это все не имеет особого значения. Но вот однажды мне предложили делать адаптацию телесериала некого, где персонажи занимались в числе прочего производством наркотиков. И оригинал этого сериала выходил на западном кабельном канале и, соответственно, нормально, там большая аудитория достаточно их посмотрела. У нас это должны были делать на одном из крупных федеральных каналах. Показали службе, которая занимается контролем за наркотиками. И там сказали, нет, этого не будет на нашем эфирном телевидении. То есть то, что можно делать на эфирном телевидении, то, что можно делать на кабельном телевидении, нельзя делать на эфирном телевидении. И поэтому очень часто, когда кто-то говорит, а вот, посмотрите, какие там классные Клан Сопрано и так далее, и так далее. А вот что вы тут делаете на НТВ? Сравнивать некорректно НТВ и HBO. НТВ – это телевидение, которое есть в каждом доме, за которое вы не платите. А HBO – это канал, премиальный канал, за который люди платят для того, чтобы его смотреть. И там нет рекламы, и там, как бы, можно позволить себе гораздо больше, чем можно на эфирном. Где-то примерно 10 лет назад начали появляться, в общем, это более-менее уже у нас на глазах прям происходило, я помню в свое время, лет 12 назад я читал во ВГИКе короткий авторский курс лекции по интернет-кино и интернет-сериалам. Тогда сериалы еще были такие маленькие по 4 минуты. И я говорил, что, ребята, вот это за этим будущее. Как только будет достаточно быстрый интернет, все будут смотреть сериалы не на кабельном телевидении, а в интернете. И так оно и произошло, и вскоре был снят для Netflix сериал «Карточный домик», который получил кучу Эмми. И они показали очень интересную, новую совершенно, недопустимую ни для эфирного телевидения, ни для кабельного модель, при которой все серии выкладывались одновременно. То есть, все серии «Карточного домика», когда появлялся новый сезон, доступ к ним открывался одновременно. И человек имел возможность сразу же зайти и в субботу, в воскресенье сесть и посмотреть все серии подряд. Бинч-вотчинг такой устроен, запойный просмотр. И это изменило вообще подход к просмотру контента, потому что оказалось, что люди любят не приходить, смотреть там в пятницу, в восемь вечера я должен посмотреть какой-то сериал. Нет, человек хочет в любое время прийти, лечь на диван и 10 серий подряд посмотреть. И это позволило делать более сложную, более интересную драматургию, это позволило не делать крючки, нет необходимости делать крючки удержания, вот прям надо держать человека, чтобы не потерять его. Но можно более спокойно рассказывать более сложную, более интересную историю. Это фактически, это изменило сторителлинг вообще, нетфликсовские сериалы. И если еще лет 10 назад была какая-то конкуренция, да, то есть мы так посмеиваясь смотрели и говорили, ну все понятно, HBO это великий канал, великая редакционная культура, а нетфликсовские какие-то выскочки, которые там что-то сняли такое забавное. И я подумал, что нет, это ничего подобного, это будет тренд, интернет сериалы вытеснят все и конкуренция будет не между кабелем и этими самыми и сериалами, и интернет сериалами, а между разными интернет площадками. Так оно и получилось, что началась конкуренция между Амазоном и Нетфликсом. И сегодня основная конкуренция идет между ними, между интернет площадками. Apple TV, Amazon TV и HBO сегодня тоже в очень большой степени это интернет площадка. То есть к чему я рассказываю весь этот спич и каким образом это нас с вами касается. Дело в том, что Россия пропустила этап кабельного телевидения. В России есть кабельные каналы, их там, ну смотря как считать, там разные пакеты есть, местные есть пакеты, там региональные всякие есть каналы, да, но там основных их там плюс-минус где-то от 400 до 600. Если уж не считать там, условно говоря, какой-нибудь хамовники ТВ, которые там на четыре дома, но такого кабельного канала, настолько мощного, как HBO, в России нет, не было и не будет. Просто потому, что HBO развивалось с 60-х годов. В России в это время кабельных телеканалов не было. И пропустив этап кабельного телевидения, наше телевидение сразу же пришло в сервисы, в интернет-платформы. И сегодня платформы Kion, Prime, Start, Кинопоиск, MoTV, Ivy, Wing, Oka, вот все эти интернет-платформы, они сегодня есть основные производители сериального контента и основные заказчики сериального контента. То есть, если вы слышите, что какой-то крутой сериал вышел с крутым режиссером, с крутым актером, 99% вероятности, что это не телевидение, а это именно платформа. Там может быть меньше… Ну, я понимаю, что сейчас это какой-то зазор такой законодательный, да, то есть я думаю, что в конце концов законодательство до туда доберется и введет там, там будет введена цензура, я думаю, что там не будет мата, я думаю, что там не будет, условно говоря, гей-пропаганды, не будет там всех, всего того, чего наши законодатели так боятся, да, я думаю, что это все уберут в течение там ближайших пары-тройки лет. Ну, такая реальность, это везде идет, по всему миру. Все больше и больше контроля. Но, тем не менее, сейчас есть определенный зазор, благодаря которому на платформах можно делать практически все, что угодно, все, что запрещено на каналах. Либо запрещено, либо не приветствуется. Но, тем не менее, для сценариста, пишущего, попасть на платформу гораздо сложнее, чем попасть на телевидение. Это парадоксальная ситуация. Хотя тоже есть, у нас были ситуации, когда наши ребята отправляли что-то на платформу. У нас одна девушка вообще закончила базовый сценарный курс в нашей сценарной мастерской, и ее после этого взяли работать продюсером куда-то на платформе. Не знаю, работает она сейчас или нет. Пару лет назад был случай. Вот, то есть, вот вплоть до такого. Но, тем не менее, я бы советовал все-таки начинать работать с эфирного телевидения. Туда проще попасть, туда проще пробиться, написать что-то на эфирном телевидении, для эфирного телевидения получить опыт, заработать себе какое-то имя, и потом дальше работать с платформой. Потому что на платформах пока правила не устоялись, не устаканились, и руководители платформ предпочитают работать пока в основном со знакомыми авторами, с теми, кто уже себя зарекомендовал. Но, тем не менее, если вы хотите зарабатывать этим на жизнь, то есть, если вы сценарным мастерством хотите зарабатывать на жизнь, нужно уметь писать сериалы. То есть, сериалы нужно писать уметь в любом случае. Каким образом сценарист входит в индустрию? То есть, есть два направления. Первое направление, как я уже сказал, работать на телевидении, то есть, писать, предлагать, идти, условно говоря, на сериал «След», писать одну серию, вторую, третью, проходить брифинги эти все, зарабатывать себе какую-то фильмографию, строчку в фильмографии, а потом дальше писать заявки или параллельно писать заявки и рассылать по платформам. Либо делать что-то самому. То есть, снимать самому. Посмотрите, у нас есть, как я помню, Елизавета ее зовут, Елизавета Симбирцева. Был у нас эфир в прошлом году с ней, а она рассказывала о том, как она сняла первый, нашла копейки 50 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей сняла свой первый сериал. Тоже посылала заявки, что-то как-то никто не принимал, взяла, сама написала сценарий, сама сняла, нашла режиссера, нашла бюджет, и уже там второй или третий сериал у нее выходит. И, кстати, отличный, прям замечательный, неплохой тандем с режиссером сложился, и хорошие, интересные проекты они делают. Последний проект, который я видел, я иду искать. Шикарный, замечательный. И при этом, кстати говоря, он вышел в интернете, там такая ЛГБТ-история, то есть понятно, что в связи с этим, с ограничением на гей-пропаганду, такой проект, условно говоря, первый канал не купит. А для интернета, пожалуйста, никаких противопоказаний. Вот, то есть либо работать на телевидении, либо делать что-то самому. И параллельно писать, предлагать проекты, платформы. Также я советую выбрать какой-то жанр, выбрать какую-то спецификацию и не распыляться. То есть не пытаться писать вообще все. Не пытаться сразу писать и комедии, и детективы, и историческое кино, и хорроры. То есть не пытаться быть таким многостаночником. Во-первых, это невозможно. То есть количество компетенций настолько велико, и они настолько разные. То есть опять же, я на курсе рассказываю, то есть даже производственно написание сценария о том, там, ситкома и детектива, оно очень сильно отличается. Сценарные группы по-другому устроены, работа по-другому устроена. Там, условно говоря, детектив может человек писать и писать серию от начала до конца и приносить и с автором, с главным автором работать. А ситком чаще всего writer's room собирается и сидит и набрасывает шутки. То есть в итоге серию 20 человек пишут. То есть это совсем другая ситуация. Или там один человек пишет поэпизодник, другой человек пишет диалоги, третий человек усмешняет это все, туда шутки придумывает. То есть все разные, производственно по-разному это устроено. Поэтому я советую выбрать один какой-то жанр и в этом жанре специализироваться. И вот это то, что нам с вами нужно сделать для начала. То есть определить ваш жанр. Давайте мы вообще поймем прежде всего, что такое жанр. То есть жанр это некая общность художественных произведений, которая складывается в процессе исторического развития. того или иного вида искусства. И на основе определения этого вида искусства по предметному смыслу. То есть о чем это искусство. И получается так, что жанр состоит из нескольких... То есть это не просто жанр, это вот это вот. В жанре должно стрелять. Или в жанре должны бегать. А сразу несколько аспектов. Например, первая это тема произведений. То есть про что произведение. Например, в мелодраме произведение про что. Ну, про любовь. В детективе какая тема. Разгадка тайны преступлений. В вестерне. Ну, освоение какого-то фронтира. Какого-то дикого запада или дикого востока. В вестерне. Исторические события. Если это историческое... Это самое. Если это ситком, там тема дружба или любовные отношения. Там сериал «Друзья». Тема дружба. И тема, она в числе прочего определяет и жанр. То есть может быть микс жанров. Например, может быть военная комедия. Как Мэш. Но, опять же, мы четко понимаем, что ага, а это микс жанров. Из этого жанра взяли вот это, а из этого жанра взяли вот это. То есть мы эти маркеры жанра мы сразу же считываем сразу. И жанр – это некий договор между зрителем и автором. То есть автор говорит, так, это комедия, тебе будет смешно. Ты хочешь, чтобы тебе было смешно? Зритель говорит, да, хочу. Окей, все, вот это комедия. Или автор хочет, чтобы было про любовь? Да, хочу. Все, мелодрама. Автор хочет, чтобы было загадочно, чтобы разгадка тайн? Да, значит, детектив. Дальше. Способ рассказывания истории. Да, то есть существуют определенные требования к тому, как рассказывается история. Например, в комедии герой шутят. Или герои попадают в смешные ситуации, на которыми наблюдать смешно. В детективе есть ограничения, может быть, открытый детектив, конечно, триллер, уже тоже такая, пограничный жанр. Но, как правило, там происходит какое-то преступление, и мы не знаем, кто совершил это преступление. То есть должно быть какое-то тайное событие, обстоятельство, которого мы должны узнать. Дальше. Система персонажей. Например, в детективе должен быть сыщик, должен быть преступник. В комедии должен быть друг-придурок, или друг-ботаник. Должна быть сексуальная девушка. должен быть гений злонуда. Какой-то набор персонажей, которые есть там практически в каждой комедии, в каждом ситкоме. Дальше. Сюжет. То есть и в комедии свой способ, свои какие-то варианты сюжета. Например, не знаю, герой назначает свидание двум девушкам. Это чисто комический сюжет. Может ли он быть в детективе? Ну, может, но мы будем озадачены. За пределами жанра. Или в военном кино. Может быть такая история? Может, но это сразу же историю переведет в разряд комедии. То есть свидание с двумя девушками. Типичный комический сюжет. Появление призрака, который убивает людей. Может такое быть в детективе? Может. В том случае, если потом выяснится, что это не призрак, а кто-то под видом призрака выступал. А если это так и останется призраком, это сразу же переведет фильм из разряда детектива в разряд хоррора. Мистического. Дальше. Конверции. Конвенции жанра. Маркеры. Например, есть какие-то знаки, которые сюжетно не не действуют, не сюжета образующие, но когда мы видим это, мы сразу же понимаем, ага, это вот этот жанр. Например, герой в шляпе. То есть герой в шляпе это детектив. И если мы видим человека в костюме и в шляпе, для нас сразу же у нас срабатывает сразу же маркер. А, это этот самый, да, все понятно, да, это детектив. Если люди целуются, мы сразу же поймем, а, это мелодрама, это про любовь. Девушка читает письмо, сразу же понимаем, мелодрама. То есть письмо, письма, может быть в детективе письмо? Может. Но с вероятностью в 90% если девушка читает письмо и плачет, например, это будет мелодрама. Нелепый сосед, может быть в детективе? Может. Но это будет такая, опять же, комическая помните в этом самом забыл, как звали персонажа. Собаки Баскервилли там был, был тоже такой, такой сосед, нелепый сосед. Да, но это чисто комическая линия, который создает такую комическую нотку в детективе. Кримеры, так называемые, да, то есть, когда что-то происходит, да, и мы такие вкрикиваем от неожиданности, а потом, а, это же, это же ты, Майкл. скримеры, это чисто хоррор, чисто признак хоррора. То есть, если в комедии может быть скример, нет, в детективе может быть скример, нет, то есть, в мелодраме может быть скример, нет, потому что это абсолютно эмоционально маркированный признак хоррора. ну, наконец, эмоции зрителей. То есть, если мы смотрим комедию, то мы хотим смеяться. Если мы смотрим детектив, да, нам должно быть интересно, нас, вы должны мистифицировать. Если мы смотрим хоррор, нам должно быть страшно. Если мелодрама, да, то должно быть, ну, некое такое чувство умиления. То есть, мы должны испытывать правильную эмоцию, соответствующую этому жанру. Конечно, да, мы живем в эпоху постмодерна, когда постоянно идут какие-то игры с жанрами, да, и может быть, например, может быть стеб над конвенциями жанра, да, например, там, фильм Крик, моя любимая цитата, все сиквелы дерьмо, исключение крайне редкие из фильма Крик 2, из сиквела, собственно, да, то есть, это комедия, которая по содержанию своему является хоррором, или Битл Джуз, да, тоже, это комедия, которая, вот, все остальное там, как в хорроре, но только смешно, еще, помимо всего прочего, да, это такой микс жанров, тоже может быть, да, то есть, если при, при большом наличии тонкости и художественного вкуса, так как такой микс жанров, он тоже может работать, но в целом, для того, чтобы могли существовать такие миксы жанров, должен существовать и чистый жанр, поэтому сценарист, конечно же, должен научиться сначала работать в чистом жанре, хотя, конечно, многие сценаристы очень часто хотят именно с миксом жанров работать. Понятно ли это, друзья мои, по поводу жанров, по поводу того, что такое жанр, если понятно, напишите, что все понятно, если есть вопросы, то задайте ваши вопросы, давайте я вам еще раз напомню эти маркеры жанров, быстренько, повторим пройденное, первое, это тема произведения, о чем произведение, второе, это способ рассказывания истории, третье, это система персонажей, четвертое, это сюжет, пятое, это конверции, конвенции жанра, маркеры, и шестое, это эмоции зрителей. Интереснейшая тема, на самом деле, о жанрах, вообще, если бы у меня был свободный год, я бы прям вот посидел бы жанрами, позанимался бы, написал бы книгу с удовольствием о жанрах. Невероятно интересно, и очень многие люди, которые вообще занимаются киновидением, они вообще не понимают, как это работает. Да, то есть, например, там, утыкаются в одну, какой-то, в маркеры жанров, да, в конвенции жанров, да, и совершенно не упускают из вида, например, эмоции. Вот, значит, смотрите, в каком случае, вот важно, сейчас важная производственная штука. Я советую максимально сужать жанры, в котором вы работаете, и не использовать миксы. Почему? Потому что в каких, в каком случае запускается микс производства? Чаще всего такой микс запускается в производство тогда, когда этот микс придуман в процессе работы над сериалом. То есть, когда, условно говоря, продюсер сидит с знакомым ему режиссером, сидит со знакомым ему сценаристом, вот они сидят, пьют кофе, обсуждают предстоящий сезон True Detective. Часа два. Секретарша приносит кофе с конфетами. И вот они сидят, все сериалы обсудили, посмотрели, и такие, давайте что-нибудь сделаем, давайте сделаем, давайте, что мы хотим сделать. И начинают фантазировать, начинают придумывать, начинают штурмить. И вот в таком случае может возникнуть какой-то микс жанров, когда все участники процесса участвовали эмоционально привязаны к процессу и, скажем так, готовы рисковать. Потому что микс жанров это всегда риск. Потому что можно риск не попасть в аудиторию, он очень велик. И вот в этом случае, если бы там продюсер приложил руку к проекту, он может сказать, так, ребят, блин, мне реально нравится история, у меня были такие случаи, нравится история, да, я риски все вижу, но давайте мы сделаем. Как, например, там Карину на красную мы запускали, ну вот нравился продюсеру, нравилась история, мы там ее много раз обсуждали, придумывали, и в итоге запустил. Если вы просто приносите продюсеру какой-то текст, или редактор видит текст, чаще всего он в точности знает, в каком жанре текст ему нужен. Вот сценаристы этого очень часто не понимают, то есть видят, допустим, объявление, какой-то человек пишет, мне нужен восьмисерийный детектив или четырехсерийный детектив с главным героем женщины. Это вполне реальный бриф, который вы можете увидеть в каком-то сценарном сообществе. Или там шестнадцатисерийный детектив с героем мужчина, но не милиционер. Вот вполне себе бриф для НТВ. И если у вас такая заявка есть, ребята, пришлите заявку. Вот в этом случае вы должны сесть и написать заявку. Новые. И вот кстати именно поэтому я считаю, что сценарист должен уметь заявку написать в любом состоянии. Вот просто сесть. Я в свое время просто извините, что я время от времени рассказываю вам какие-то такие байки. Я это не очень люблю все эти мемуары, но тем не менее они очень четко иллюстрируют как делаются дела. В свое время у меня был случай, когда я в открытом доступе не могу показать, но я в мастерской показываю заявку, которую я написал за 20 минут, по которой был запущен проект для первого канала с бюджетом в несколько миллионов долларов. То есть 20 минут я это точно знаю, потому что я по часам засек. Без 22 мне позвонил редактор девушки и сказал, вот сейчас в 2 часа приедет продюсер, набросаю хоть что-то, чтобы что-то показать, нужно заявку показать. Я отправляю, ровно в 2 часа отправляю заявку, через 15 минут она мне перезванивает, говорит, приезжай, тебя утвердили как главного автора. Ну, вернее, приезжай поговорим. Я приехал, мы поговорили пару часов с продюсером и он сказал, все, подписываем договор, утверждаем тебя как главного автора. Ну, по заявке написано за 20 минут. Вот, поэтому, если у вас просят детектив, вы должны прислать детектив. Начинающие сценаристы очень часто почему-то им кажется, что да, они хотят мелодраму, у меня нет мелодрамы, но у меня есть классная заявка комедии. Может быть, они передумают и увидят мою классную заявку и скажут, да ладно, черт с ней, с мелодрамой, и бог с ним, что нам директор канала нам сказал, что нам нужна мелодрама. Да, у нас есть режиссер, который хочет снимать мелодраму, у нас есть актрисы, которые будут играть в мелодраме, автора, заявку комедии, которая нам так понравилась, что мы похерим все свои планы, выгоним режиссера, найдем другого режиссера, который умеет писать комедии, актеров, всех поменяем, но вот так нам эта заявка нравится. Ребят, ценность заявки равна нулю, ценность любой заявки равна нулю. То есть заявка становится ценной только тогда, когда она попадает в ожидание. И любую заявку можно довести, докрутить до состояния, в котором ее можно снимать. Любую, абсолютно любую. И опять же, я там тоже буду в мастерской показывать заявки, по которым запускались большие, миллионные проекты. Достаточно слабые. Буду показывать сильные заявки, классные, по которым ничего, никакие проекты не выходили. И буду рассказывать, почему это происходило. И соответственно, да, если тоже, это вот у меня прямо на глазах происходила история, значит, парень пишет, говорит, мне нужен сценарий боевика. Значит, и через пару дней пишет, ребята, я получил там 86 сценариев, из них боевика было два сценария. Вот мы два сценария и прочитали, с авторами встречаемся. да, то есть, если у вас просят комедию, а вы посылаете детектив, вы можете просто попасть в черный список. То есть, ну, просто от вас больше ничего не будут читать. Поэтому, нужно очень четко понимать жанр, и нужно очень четко этому жанру соответствовать. и если вы думаете, что я придумаю не детектив, а я придумаю фантастическую фэнтези, комедию с элементами мюзикла, да, то это повышает вашу ценность. Да, то есть, на самом деле, вы представьте, что вы придумали какую-то вот такую сложную фигуру. Да, и вот теперь, для того, чтобы эта сложная фигура она прошла через туда, куда надо, да, она должна попасть в такое же сложное отверстие. Да, то есть, вот рядом квадратик, драма, кружочек, мелодрама, вернее, комедия, да, и треугольничек, детектив. И у вас есть либо квадратик, либо кружочек, либо треугольничек, да, и он у вас куда-то входит. И тут вы с этим непонятно чем ежом и ужом приходите, и она у вас никуда не влезает. потому что нулевая вероятность того, что продюсер сидит и такой, блин, я хочу снять комедию, фантастическую комедию с элементами мюзикла, вот хочу. какова вероятность, что продюсеру такое надо? Нулевая. Вот, поэтому научитесь работать с жанром. Вот, то, что я вам сейчас рассказал, это когда-нибудь спасет вашу карьеру. это одна из тех вещей, которых я много рассказываю, на курсе в том числе, да, которая когда-нибудь в какой-то момент сэкономит вам год жизни и спасет вашу карьеру. Итак, какие есть основные жанры? Это детектив, это мелодрама и подвид детектива триллер, да, то есть в котором открытый детектив, в котором мы знаем, кто преступник. Мелодрама, комедия, хоррор, он распространен в экранном кино, но он менее распространен в телевизионном кино, по одной простой причине технической. В хорроре герои быстро кончаются, поэтому самый, наверное, известный хоррор, American Horror Story, сериал Райана Мерфи, великого, великого сценариста, вне всяких сомнений, вот этот хоррор, это как сказать, он каждый новый сезон, новая история, потому что в конце каждого сезона все главные герои заканчиваются, они все гибнут, да, вот они нашли такой способ, да, то есть там одни и те же герои играют, да, но они играют разных персонажей, и каждый год, каждый год история меняется, вот, но это единственный такой случай, но в целом хоррор в сериале работает именно по этой причине, работает не очень хорошо, и он не очень востребован. Вестерн тоже вполне может быть, да, на Западе там он очень популярен, например, Justified, да, вестерн, Yellowstone, да, то есть в чистом виде вестерн. у нас он, конечно, менее востребован, да, но тоже могут быть истории, которые, ну, такой Eastern, да, про завоевание какого-то фронтира, тоже есть такие истории, Сибириада, например, Eastern, в чистом виде, и Sci-Fi, научная фантастика. Есть поджанры, например, военное кино, историческое кино, мюзикл и спортивное кино, то это значит, да, то есть у вас может быть военный детектив, может быть исторический детектив, может быть детектив-мюзикл, может быть спортивный детектив. Точно так же комедия может быть военно-историческое, мюзикл, спортивный мюзикл. Вот основные жанры и основные поджанры. Да, детектив, мелодрама, комедия, триллер, western sci-fi. Жанры, поджанры военно-историческое, мюзикл, спортивный. Вот все самое главное все самые главные жанры то вот 99 процентов сериалов если вы будете работать они будут укладываться в этом есть во-первых так понятно ли это понятно ли это по поводу вот этого ограничения основных жанров или если что-то непонятно то задайте вопрос если понятно напишите понятно так криминальная драма детективная драма религиозная драма это уже миксы жанр или просто конкретное уточнение значит смотрите драма это отдельная история драма более гибкий жанр и он действительно он действительно и востребован но с ним сложнее работать то есть драму могут запустить но скорее с автором катоз которым уже знакома то есть ну условно говоря там если куликов илья при принесет драму то его скорее запустятся от незнакомого автора драму вряд ли запустят почему потому что мало кто хочет посмотреть драму то есть для того чтобы человек посмотрел драму должен быть быть какой-то еще стимул дополнительный вот поэтому и драмы как правило они тоже тяготеют больше к детективному драму детективным жанру и то есть то что называют драмой да то есть там в америке например у них вообще нет чистом виде драматического сериала если драма часовая драма да есть такой есть такая номинация часовая драма там всю детектив смотрите номинации меда там получасовая комедия и часовая драма это все детектив они призван брать считают драм кости они считают драма поэтому очень редкие вот чистая драма очень редкий жанр чаще всего там последнее что было одну там night of например сериал до драма это она держится на там есть убийство в котором обвиняют человека но держится на расследование программ должна быть должно быть должен быть какой-то еще стимул чтобы смотреть смотреть эту драму например карточный домик какой-то это драма да и какой там дополнительный стиль драма про президента про власть сразу притягивает внимание сразу же интересно ну плюс кевин спейси то есть тоже есть важен главный актер важен да то есть сериал с павлом деревянка условно говоря так или с безруковым он сразу же меняет значение своей нежели мы делали в свое время у нас был сериал под конкретного актера от петрен помните старый петренко царствие небесное светлое место который у германа играл вот сериал назывался петрович и вот мы писали четко под петренко и все все крутилось вокруг него да это была драма но она если бы там не было петренко она бы не работал то есть вообще ничего не работало без этого все было то есть вот посмотрите успешные какие-то драмы вы увидите что они везде держатся на на личности актера сейчас чаще встречаю часто встречают комбинацию драма мелодрама комедия но это все разные вещи да то есть чаще всего когда говорят о комедии чаще всего имеется ввиду либо ситком либо ромком да то есть ситком ситуативная комедия ромком комедия о любви история любовных каких-то отношений питком и может ну там может быть как-то факультативно любовь существовать но там не они одна глава не одно главное так нужны ли для выбора жанра профессиональное знание темы например детектив лучше получится написать у следователей так далее спасибо хороший вопрос я в этом честно говоря не уверен да есть случаи там мне допустим рассказывали про автора ментовских войн продюсер мне рассказывала его значит что он сам следователь работал много лет работал не следователь следователь прокуратура он по-моему оперативникам был в грозыске и и вот он собственно там естественно описывает какие-то реалии в которых в которых он который он сам существовал на кивенов он же пименов тоже он работал работал оперативникам далее он тоже раз описывает какие-то вещи которые которых который он сам пережил но есть скажем так не обязательно история не обязательно основывается на хорошем знании предмета например я совершенно точно в милиции ни дня не работал на ментовских сериалов я написал столько что если у меня мне оторвать голову я могу с оторванной головой еще пару серий написать их можно будет снимать да там час волкова условно говоря или москва центральный округ да то есть там милиция полиция действует когда мы начинали там была милиция а когда заканчивали уже была полиция как раз в это время и всю кого там так далее всех этих изменений вот и это это полностью выдуманная полиция то есть там реализма нет вообще никакого да и люди которые писали этот сериал это такие рафинированные мальчики драматурги филологи но у нас и герои такие получились и режиссеры которые снимали тоже не брутальные мужики арт-хаусные режиссеры код эдик пари бакур бакурадзе до 3 же режиссера было и получился сериал который вся страна посмотрел там рейтинг был какой-то совершенно запредельный и мвд настолько понравился сериал что они его рекомендовали личному составу мы профессиональные да то есть мы знание следовательской рану я работал криминальным репортером да то есть как то что то конечно знал более или менее да но в целом мы на это не опирались мы все придумали вот поэтому я думаю что это не связано более того я думаю что если у человека есть какой-то жизненный опыт связанный с работой милицейским например хорошо если прошло время после того как чтобы он был но отделен от этого опыта так семейное кино это смесь жанров или поджанр смотрите семейное кино это как бы направленность на аудиторию потому что семейным кино может быть комедия семейным кино может быть подростковое кино семейным кино может быть фэнтези да то есть любое кино ну я думаю что может быть военное кино не может быть семейный может быть хоррор не может быть семей да но очень многие жанры они могут быть семей например историческое кино там маленькие женщины по моему да такое историческое кино но это семейное кино такое рождественское семейное кино которые вся семья может посмотреть поплакать да по жанру мелодрама поэтому здесь смотрите важно понимать да что содержание и эмоции да то есть здесь есть две вещи на какую тему рассказана история как она рассказывает и какие эмоции она возникает мне кажется что самое главное что определяет жанр это именно эмоции которые возникают если смешно даже если это выглядит как детектив это все равно комедии если смешно то а кого классный классные замечания сергей а как же очень странные дела пор и ждем 5 5 сезон да то есть сериал который выглядит по формальным признакам выглядит как хоррор да на самом деле это ну подростковая комедия если вы там на сюжет посмотрите да то есть что там происходит вы увидите там набор событий как не знаю в сериале друзья политическая да ну политика это материал на котором рассказывается до драматическая история сериал однажды в сказке это какой жанр не уверен что я видел хотя бы одну серию однажды в сказке то есть я слышал про этот сериал но он настолько не не в сфере моих интересов что я даже не знаю что да сверхъестественное вообще 15 сезонов главы главных героев убили когда уже убили все идеи это детектив сверхъестественно этот детектив также как x files то есть да там и мистическое какое-то содержание есть да но там по структуре да потому как пишется история это детективная детективная история также как кстати house доктор house это тоже детектив хотя это ну по идее медицинская драма да но опять же если вы посмотрите как там написана история да то есть это материал на котором история создается это медицинская драма да но по тому как пишется сюжет это детектив и сверхъестественное тоже поэтому я думаю кстати и так и так и продавали скажем доктор house не то что думаю я знаю что ее так продавали там была колонка в газете медицинский детектив где автор рассказывал или рассказывал я не помню не помню точно кто там автор о том как бы постановки диагноза как в расследование преступлений и вот именно ее печали именно так что мы охотимся мы расследуем преступление в котором преступником является болезнь вот и и так печали на канале сверхъестественная да там тоже интересная история с этими мистическими сериалами они как раз попали но я не знаю как сверхъестественная там типа пару пару серий посмотрел мне как бы все понятно стало дальше стало не интересно вот там как раз вот попала вот в этот момент происходило такое и изменение очень серьезное в аудитории и вертикапа там почти одновременно вертикальные сериалы стали превращаться в горизонтальный был такой сериал принч грань он первые полтора сезона он горизонтально вертикальный там одна серия одна история и вертикальный сериал в чем фишка вертикального сериала том что вы можете пропустить какую-то серию и любую серию посмотреть с любого места да то есть вам все будет понятно в любой серии и скажем я когда ввел мастер-класс по детективу и мне нужна была серия для того чтобы показать структуру я взял первую попавшуюся серию csi и можно было взять любую другую они абсолютно одинаковые две минуты тизер да и так далее и 4 акта по по 12 минут а вот и вот в это время начала меняться аудитория и вертикальные сериалы начали терять аудиторию и был сериал скандал помощь он драйвь с реал я вам тоже он запустился как вертикальный сериал и во втором сезоне они поменяли они сделали его горизонтально грань стала горизонтальной сериал в суд тоже он запускался как вертикальный там одна серия одно дело было а начиная со второго сезона постепенно начал сдвигаться горизонтально то есть горизонтальный сериал это более сложный стритальный более интересный вертикальный более простой 1 серия одна история то есть это происходило вот у нас прямо на глаз глаз это прям очень круто когда такие сдвиги тектонические до можешь наблюдать невооруженным глазом прям очень круто так криминал это детектив или отдельный жанр вот смотрите опять же мне важно чтобы вы понимали что есть материал на котором рассказывается история например криминал это что-то банда например или тюрьма где есть какое-то криминальное сообщество а жанр там может быть любой там может быть комедия например про про бандитов может быть может ну я навскидку сейчас не могу вспомнить ну наверняка есть какие-то истории в которых комедии про бандитов и более того бывает так что когда сериал идет долго он начинает потихоньку сдвигаться в сторону мелодрам тоже может быть вы это замечали например сериал друзья чистый ситком и первые пять сезонов если вы его смотрели этот чистый ситком шутка-шутка-шутка-шутка-шутка вот начиная с пятого сезона начинают выстраиваться более сложные горизонтальные линии и он начинает сдвигаться в сторону мелодрам появляется больше любовных историй не появляется больше отношений да то есть с 3 telling усложняется клан сопра начинается тоже с коротких детективных историй постепенно начиная с третьего сезона с третьего четвертого сезона он становится все более и более вытягиваются горизонтальной линии и он все более и более движет движется в сторону мелодрамы а вот про разные кости там и так далее я уже не говорю то есть они все к пятому шестому сезону они все сдвинулись в сторону мелодрам а вот это интересная тенденция да и опять же это надо понимать да если вы это понимаете то вы когда работаете над каким-то проектом да вы понимаете что и где и когда с ними надо надо делать однажды в сказке фэнтези же и мелодрам ну не знаю друзья не поскольку не видел то не не могу судить вот поэтому может быть детектив на любом материале и может быть точно так же любой жанр на там криминальная комедия может быть вот но я еще раз подчеркиваю да что я не надо понимать как работают никс и жанров но не не советую делать хорошо это понятно самое главное самое главное мы поняли важно дальше чтобы вы понимали что есть кое-что общее что определяет в том числе и поэтику сериал что такое сериал сериал это некое кино длинные с продолжением кино про нескольких человек которые очень долго ругаются в закрытом помещении вот запомните это определение сериал это длинное кино про нескольких человек которые долго ругаются в закрытом помещении соответственно нам с вами нужно найти это помещение нужно придумать как закрыть людей нужно придумать что это за люди да то есть оправдать драматургически сюжетно да почему из-за чего они ругаются да и сделать интересную не противоречивую без парни повторяющуюся историю того как они там сидят и ругаются да то есть нужно придумать какое-то ограничение что это корабль или это тюрьма или это редакции или это спортзал да то есть где-то люди собираются и вот они там общаются причем что самое интересное что очень часто людям кажется что история на самом деле не про это про то что герои герой-одиночка ведет войну с кем-то мне в свое время ставили задачу про этот самый про господи про крутого уокера говорили давайте вот мы сделал мы сделали в итоге сериала с таким референсом он другой конечно совсем получился но тем не менее вот такое задание нам дали вызвали нас к очень высокому начальнику и сказали ребят посмотрите крутого уокера и сделайте про нашего такого героя мы посмотрели крутого уокера и поняли что у нашего начальства у генерального директора канала у него представление о крутом уокере какое-то очень странное он сказал это герой-одиночка который расследует преступления да а фишка в том что там не герой-одиночка там несколько героев там ограниченное число объектов и но все эти герои у него большое окружение достаточно пять или шесть человек и все они ему говорят и герой-одиночка ты всегда работаешь один вот и возникало такое ощущение и может возникнуть ощущение и это специально этого добиваются что герои ездят расследуют где-то преступление и так далее так далее а при этом большая часть действия происходит в одном объекте и это вот если не вглядываться это незаметно а когда мы делали адаптацию сериала кости и я там первые два сезона я знаю наизусть покадрово да не то что покадровая каждую реплику знаю это эти там первых двух сезонов и там например там в первой серии там 26 сен и из этих 26 сен там две сцены не в не в лаборатории то есть там есть лаборатория в которой герои занимаются вот этими своими исследованиями да там есть художницы есть кабинет бреннон есть кабинет этих ребят которые там пауков этих жуков изучают есть такая зеленая зона где они отдыхают и есть только один объект за пределами это кабинет агента фбр бута который это все где-то в одной студии построен и помимо этого максимум в каждой серии два объекта а вот и для чего это сделано это сделано производстве а чтобы не строить новые объекты до чтобы упрощать производство они приходят туда как на работу день за днем да и в этой студии в одной и той же одежде день за днем снимают сцену за сцена у нас по такому же принципу был построен сериал след где тоже там большая часть действия происходило было построено студии в этой студии все по основном происходило вот поэтому это создает и сюжетные в том числе ограничения то есть нам нужно придумать кто эти несколько человек и в каком объекте в каком помещении они собрались дальше давайте я коротенько прямо чтобы я чувствую что вы уже может быть устали немножко расскажу что у нас на основных каналах происходит до 1 канал это там хорошие бюджеты замечательные да там много достаточно свободы производственной и там могут запустить все что угодно если это понравится константину то есть сайт файм могут запустить сайфа и историческую драму могут запустить историческую драму спортивную драму могут запустить спортивной драмы самый много экспериментирующий канал у нас какое-то время они тяготели к сериалам про советскую богебу потом мне кажется сейчас у них это прошло нтв здесь все понятно это детективы для мужчин а россия это сериал для женщин да то что называется тжд тяжелая женская доля там может быть детектив но главный главной героиней должна быть женщина все равно твц они очень любят четырехсерийные детективы прям вот это их формат 4 серийники тнт здесь все понятно комедии ситкомы но такие ситкомы более реалистичные направленности то есть реальные пацаны ольга да то есть такие не не рафинированные такие выдуманные истории дано юмор такой больше приближенный к реальности юмор больше приближенной камеди домашний мелодрамы здесь все понятно тв3 это мистика стс это романтические комедии и мелодрамы и как раз таки вот стс и такой такая такая именно рафинированная комедия такая вымышленная комедия да вот не родись красивый абсолютно вымышленная история ноль реализма рен они все время скатит все время они экспериментируют и как-то все не влад не в попад последнее что я слышал что они двигались в сторону такого мужского телевидения детективов и боевиков но не знаю к чему это в итоге привело вот что основное на каналах снимают на платформах там полный разнобой и форматов и жанров то есть непонятно пока там все устаканивается и непонятно кому что предлагать кому какие форматы кому какие жанры потому что пока все нестабильно поэтому я думаю что можно везде предлагать все давайте для начала дам нам с вами надо определить вашу тему и ваш жанр которым я советую вам писать свой по крайней мере первый сериал составьте список из десяти последних сериалов которые вы посмотрели сделайте это прямо задание в точности так как я говорю вспомните 10 сериалов которые вы последние посмотрели и поставьте каждому оценку от 1 до 10 то есть может быть так что я вот допустим про артура зимний король я начал смотреть половину серии посмотрел поставил мысленно единую давать так двойку поставил мысленно и закрыла больше не стал смотреть дальше вот 10 сериалов и каждому из них поставить оценку и мы и исходя из этого мы с вами поймем какие сериалы вам смотреть нравится нам надо собрать статистику только пожалуйста выполнить его в точности не надо говорить мне кажется что мне нравится смотреть комедии вот составьте список понятно ли вам домашнее задание шерлокс камбербэтчем тоже сдвинуться в мелодраму вне всякого сомнения 17 мгновений весны или гардемарины это многосерийные фильмы или сериал но это исторические телесериалы на этом лучше не оглядываться почему потому что они снимались других в другой совершенно стране в другую в других исторических обстоятельствах и они работали совершенно по-другому потому что там 17 мгновений весны это телесериал гардемарины это ну начнем с того что это экранное кино то есть его показывали и в кинотеатрах и по телевидению поэтому тут все как бы в советское в советской телевизионной индустрии там был период где-то в нате в конце 70-х начале 80-х когда телевидение было высочайшего класса высочайшего условно говоря какие-то там ну лет пять были 78 по 83 прям очень классные классные они ни денег не считали ни времени не считали и это было прям реально очень хорошо про михайла ломоносова например тоже был очень хороший сериал никишов главный редактор ломоносов 86 года фильм запомнил что 84 нехорошим до бывший главный редактор этого самого мосфильма на острове ограничение не пока почему не подходит подходит замечательно остров лот терял лост толпа людей собрались на острове у нас был сериал такой остров потерянных людей назывался как который не досмотрела тоже писать да вот 10 сериалов которые вы последние посмотрели как вспомните если забыли как вот ничего страшного но плюс-минус мы с вами да нам надо понять некое направление хорошо все друзья значит завтра мы с вами встречаемся в два часа здесь же здесь же пройдет трансляция я напомню с утра письмо в рассылку отправлю работаем всю неделю работаем если например вы там скажем уже поняли что все окей давайте я уже займу место на курсе для спокойствия своего идите по ссылке оплачивайте и как вы уже знаете для себя что то все что вы что вы попали все большое вам спасибо за вашу работу нравится очень вопросы нравится 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 ваши комментарии надеюсь что мы с вами что наша с вами работа этой недели будет результативно поздравляю вас с началом этого курса и до куда отправлять домашнее задание сюда в комментарии к этому уроку она останется это видео останется на странице вконтакте она же будет выложена на ю тубе и в подкасте и везде и вот здесь в комментариях пишите пишите домашки все друзья до завтра пока пока